Евгений Поддубный уже больше года находится в зоне специальной военной операции. Он ежедневно в радиусе боевой активности, но, несмотря на это, нашел время для беседы со студентами и преподавателями казанских университетов. Модератором встречи выступил руководитель высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета Леонид Толчинский. Евгений отвечал на интересующие вопросы, рассказывал о журналистском пути, о пропаганде западных СМИ и работе в горячих точках. Всегда нужно, мне кажется, вести такую для себя формулу. По крайней мере, я ее для себя использую. Каждый репортер, публицист, журналист, он несет личную и персональную ответственную за то, что говорит, пишет и показывает. Кто-то стреляет, беги, снимай. По тебе стреляют, беги, падай. Все живы, слава богу. Кто-то ранен, надо помочь. Помимо тем, о которой не принято говорить громко, студенты расспрашивали главного героя мероприятия о специфике профессии военного журналиста. По словам Евгения Поддубнова, без тактика специальной подготовки человек не может работать в зоне боевых действий, начиная от навыков перемещения, работы при огневых действиях, оказания первой медицинской помощи и заканчивая психологической подготовкой. Работа тяжелая, опасная, но профессионалы всегда знают, зачем они идут на это. А вот как не попадаться не только нам, а вообще людям на те смысловые крючки, которые противник расставляет? Какой фильтр выставлять может быть? Что в этом случае делать? Противник коварен. И очень часто проводят, на самом деле, информационно-психологические операции высочайшего уровня, особенно сильно играя на наших эмоциональных состояниях. Не попадаться на крючки довольно сложно, потому что, как правило, противник выбирает себе ту часть аудитории, которая готова на этот крючок попасться. Встреча прошла в рамках цикла «Открытый диалог» Координационного центра по противодействию диалоги терроризма и профилактики экстремизма Казанского федерального университета, а также всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань». Карина Саяхова, Фарид Захитугу, Универ Ньюс.